а в германии тоже очень удобно потому что вот можно и заправку и парковку найти и когда долго едешь то приятненько отдохнуть куда мы съехали алексей мы съехали с трассы город оффенбург решили отдохнуть немножко сильного движения заправиться отлично погода вот вы видите какая у нас здесь ну принципе хорошая погода 25 градусов уже прикольно потеплело в германии прямо вообще шикардос 25 градусов оффенбургер оффенбургер на вредную еду это называется так города оффенбургер ничего себе вкусно называется семь с половиной у нас расход топлива 93 километра в час такого никогда не до экономично очень 511 километров мы проехали 5 часов 45 минут почти 6 часов в пути ну достаточно приятного то германии достаточно приятно ехать некоторые дороги конечно в ремонте как обычно уж что уж там говорить но тем не менее германия нам тоже очень нравится здесь классно сразу видно что немцы хороший уровень жизни видимо в германии машины все у всех хорошие новые дорогие кстати местные свои много да они на наших бмвшках есть на наших бмвшках да и в общем классно здорово дороги такие хорошие которые не в ремонте конечно который в ремонте там пробки по коллекте это устал за рулем отлично не ну немножко дрова там конечно когда длительная езда по сколько километров в день ты рекомендовал вообще ехать сейчас 500 но еще 300 на максимум максимум 800 вот мы так и решили что вчера проехали 1245 напряженно мы в этот раз так и решили что лучше по 800 подольше дней но спокойно как-то ехать без всякого такого напряга это значительно приятнее но можно даже когда есть свободное время то и больше и больше дней потратить на путешествие останавливаться в разных городочках но у нас такого времени нет смотрите да кстати такой магазине щи но не работает воскресенье я смотрю закрыта впереди вот тоже ремонт дороги вот германия это ремонт дорог раньше хорошей дороги постоянно ремонт постоянно ремонт чтобы были идеально что в германии тоже мы смотрим что нет никаких масок на улице слава тебе господи да даже в руках нет даже в руках нету в испании конечно люди еще как-то не могут их забыть свои масочки вот вот заправку мы заезжаем цен на бензин вы видели ну вот как то там самое интересное мое почтение к немцам потому что тут настолько все на доверие ну в принципе как и наши заправки которые сейчас в россии там shell который находится в россии место то есть не как во франции здесь ты заезжаешь пистолет в бак заполняешь полный бак идешь оплачиваешь ну или оплачиваем соответственно это вот большой плюс потому что вот во франции мы в нескольких местах не могли заправиться потому что блокирует 150 евро на карте вот и потом неизвестно когда разблокирует то есть везде есть свой плюс везде минусы да какие то но в целом и четко все в целом мне кажется франция германия это две такие мощные страны с хорошей я хотела имела ввиду что два такие кита с мощной экономикой наверное да ну мне такое впечатление вот я здесь не живу так а вот к чисто проезжая мы понимаем что в принципе ну и голова сабили на все приветствия говоришь там и и прощаешься чувств запомните вам пригодится вот она бы вот вот так вот друзья то есть в принципе а так мы едем очень чистенько очень аккуратненько конечно германия тоже нас потрясает тоже красиво хорошие асфальты чистые городочки улицы вот так же как нам нравится по австрии путешествовать также по германии по франции ну наверное такие просто замечательные страны для путешествий очень-очень я думаю что они для жизни как-то вот есть плюсы и минусы конечно но стабильность чувствуется мы знаем что много подписчиков у нас нас смотрит с германии всем привет привет большое спасибо и мы на вашей территории это очень здорово да здесь очень нравится да большой привет всем кто живет в германии кто подписан на нас кто смотрит наш канал нам это очень приятно и мы вот с удовольствием путешествуем по германии теперь к сожалению маловато у нас времени маловато сейчас но мы сюда приедем более подробно чуть позже уже побродить по каким-то городочкам франции и возможно германии то есть это мы будем отдельно смотрите какие красивые аккуратненькие домики приятные городочки населенные пункты какие-то классно ух ты какая клубничка клубничку там продают во франции были поля пшеничные и германия вся пшеница до пшеницу выращивают и франции германия во франции вкусные булочки вкусные печенюшки вот так что здорово вот еще хотели обратить ваше внимание на то что сегодня воскресенье и вчера субботу мы ехали фур действительно мало во франции и в германии и вот алексей где-то прочитал под видео кто-то из подписчиков написал что лучше эти страны проезжать в субботу воскресенье по мне едут фуры да где ты что-то им по какой-то причине вот они стоят все сейчас мы проезжали стоянки ждут на стоянке видимо завтрашнего дня то есть видимо да по какой-то причине им запрещено ну наверно чтобы не делать суббота воскресенье большой трафик чтобы удобнее было людям перемещаться на природу на отдых и так далее и действительно хочу от ваше внимание обратить на это что суббота и воскресенье сейчас ехать значительно проще потому что действительно фурики все стоят им конечно сложнее стоять и ожидать но тем не менее вот нам попроще потому что дороге можно сказать имени заполнены и получается гораздо быстрее ехать пробок меньше от этого вот решили мы остановиться на немецкой стояночки здесь же и заправка тоже очень большие территории здесь алексей углядел что здесь даже есть отель здесь есть разные всякие кафе насколько мы поняли здесь стоянка такая то есть отдельно легковые отдельно грузовые вот сколько народу видите как много людей путешествует сейчас да да где справа а вот там справа видите зарядки для электромобилей так что можно все здесь зарядить электромобиль заполнить свой просто автомобиль перекусить сходить в туалет но народу очень много вот друзья мы проезжаем великолепный музей мы здесь были очень интересный музей как он технический музей до технический музей в общем можете порыться у нас тоже плейлистах найти здесь есть 244 до самолеты которые можно посетить можно прямо туда подняться в них в общем очень интересный музей очень интересный музей техники различной военной техники кто любит вот пожалуйста музей сменился у людей парк автомобилей наверное что-то очень много новых автомобилей классных таких алексей видит что много электро велосипедов не знаю так ли это или нет но глаза нам бросилась на самом деле глаза бросилась машинки новые на стоянках электромобилей очень много стало ранее стоянки были пустые сейчас в основном все заполнены как тебе дорога вообще не утомительно абсолютно не в испанию обратно не тянет нет пока не тянет но меня сейчас тянет в тот магазин где вернее в ту кафешку где ты сказала там немецкий колбасочек немецкая еда тоже очень вкусно пробочка включаем аварийку а у нас образовалась пробка такая пробка показывает что 22 минуты придется стоять в этой пробке вот так вот друзья мы еле ползем мы еле ползем по дороге и задаемся вопросом с алексеем почему в германии все время пробки ремонтируют ну по обочине никто не объезжает кстати это очень здорово никто не едет по обочине ну навигатор показывает что мы будет 23 минуты стоять в такой пробке катастрофа все время когда рассчитываешь маршрут до никогда не совпадает потому что все время вот эта пробка надо уже туда это конец в расчет был тебя в расчет с этим был надежды нас не оставляли на то что я просто смотрел что если объехать эту пробку мы проедем 67 километров дальше и по времени мы выиграем 4 минуты спокойненько постоять нас экономишься от километров вот так вот я никогда не люблю стоять на самом деле хочется двигаться до нюрнберга у нас сто восемьдесят семь километров и возможно возможно мы остановимся там вот так вот так что имейте ввиду кто будет в дальнейшем ну ехать куда-то двигаться до в сторону там польши прибалтики из испании или наоборот что вот здесь даже выходные дни бывают пробки летом поскольку сейчас еще сезон отпусков а сейчас выходные дни даже то учитывая то что фуры сейчас не едут а едут только по рабочим дням как мы поняли все равно на дорогах пробки и рассчитывайте свою скорость прокладывайте маршрут с учетом вот этих вот нюансов причем и четверка и пятерка у меня мы сейчас едем по 6 до по 6 едем но вот все равно так видите плотненько постоянно остановились на стоянке захотели поесть немецкие сосисочки колбасочки но уже вечереет и гарнира нам никакого не предложили не салатика ничего просто с булочкой ну видно что немецкие вкусные колбасочки все это нам на троих обошлось 17 евро вот не совсем полезная еда конечно можно было найти что-то получше но мы едем по трассе и чтобы ну как бы не съезжать и не терять много времени вот мы решили так поесть но на самом деле можно было найти более на лучшее местечко да алексей всегда где-то кофе здесь можно кстати говоря попить вообще кто хочет такая вот такой вот вид и туалет 70 центов какой город рассматриваешь лимсейлер и что там не подложил каком смысле я посмотрел эти виды город так красивый город ты хочешь погулять по нему думаю куда куда подъехать чтобы в центре города ясно до него сколько километров сто до ехать до нюрнберг поели мы сосисочки скоро двинется дальше такая парковочка такая стоянка и кафешка где мы только что покушали можно на улице посидеть можно внутри вечером правда я уже показала ничего такого нет большая большая стоянка как вы видите на большая территория то есть отдых перекус и так далее все едем дальше номер мы еще не забронировали никакой где останавливаться будем неизвестно едем дальше сколько проедем столько проедем и погода хорошая солнышко светит достаточно тепло так вот вот она дорога рядышком мы едем дальше ничего пока не бронировали едем смотрим думаем где будем останавливаться а в германии смотрите как небо обложила мы посмотрели прогноз должна быть гроза вот чувствую что будет гроза небо такое грозовое дождик моросит куртки остались у нас в испании так что вот как то так 16 с половиной градусов уже время 20 минут 8 вечер соответственно пока еще и так что все время и 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 смотрите еще стояночка уютненькая такая а небо уже совсем потемнело ну наверно вот телефон не может сильно так все передать он наоборот немножечко осветляет но вот могу сказать что дорога мокрая тучи такие сгустились прямо и было уже несколько молний вообще вот так уже ехали в прошлом году мы ехали также в польше была жуткая жутчайшая была гроза было ужасно и ужасно и я не удивляюсь что сейчас пойдет сильный ливень тоже также в этом месте обычно так нас как-то встречает или в леоне сильный ливень или польши или в германии ну вот как-то так погода нет они бедные сейчас вымокнут наверно все вообще да да погодка кошмар смотрите какой ливень и ливень усиливается нюрнберг мы тогда проезжаем на предкутор думаю ты думаешь дальше да ты думаешь дальше лучше будет погода поедем дальше пока пока есть ну как то так вот такая погодка нас сегодня поджидала вот такой сюрприз едем а время уже почти восемь часов вечера чтобы мог подумать что то вообще мы на это вообще никак не рассчитывали просто от слова совсем они рассчитывают на это сразу скорость машина упала кругом лес кругом лесок молния периодически сверкает гром гремит ну да да молния и гром вот такое у нас путешествие ну как обычно как обычно с какими-то приключениями молния видели друзья молния кто не видел сейчас еще заказ да у нас повторение прошлого года короче дежавю повторение как больше нас ливнем поливала прошлом году с молниями и грозой ничего себе представляете представляете вот так вот так ужас короче прикольно и кстати а прогноз я смотрела в дрездене он всего тут видимо километров 300 до 200 а там погода написано нормально а у нас уже 15 с половиной здесь градусов вообще конечно что-то удивительно да когда мы выезжали смело в австрии жара везде вроде бы как бы тепло и жарко в париже 33 но мы поехали тут такой ливняк вот это да вот это сюрприз показываю температура у нас опустилась до 14 градусов это после 32 33 испанских и французских там тоже во франции тоже было тепло в общем то плюс 14 но это вообще не товарищи мы так не договаривались да алексей говорит ну да вообще-то это свидетельство я бы даже сказала ничего себе впереди просвет я думаю впереди просвет и но такая пробочка это люди видимо как алексей говорит наверно возвращаются в город нюрненберг короче вы поняли я надеюсь что я не могу выговорить о и в общем вот такие у нас приключения ну куда же без приключений до в дороге всегда у у кого-то что-то как всегда было какие-то приключения однажды мы так останавливались помнишь в люксембурге тоже было поздно мы ехали с машиной с палаткой решили остановиться в кемпинге в люксембурге это было смешно сейчас я вам расскажу тоже и алексей потом добавит было темно и был вот такой же сильный ливень мы пришли никого нет ворота открыты люди где-то были размещены в своих палаточках и мы поставили палатку думаем утром мы на ресепшене на ресепшене было пусто мы скажем что мы ночью разместились было так холодно мокро заплатим за свое размещение пошли воспользовались там душем естественно скипятили чайничек себе потому что все было открыто в доступе кемпинги раньше там не закрывались на ночь на какие-то ворота страшные и можно было так разместиться на утро мы проснулись слышим голоса выходим из своей палатки и оказались на середине волейбольные поляны оказалось что вокруг нас спортсмены волейболисты проснулись все люди а палаточный городок находится совершенно в другом месте ходят мимо в душ там еще куда-то а мы на газоне посреди поляны это было очень смешно мы вошли на ресепшен дяденька там посмеялся взял у нас нас денег кстати меньше потому что мы уже утром собирались ехать дальше взял у нас меньше денег конечно за размещение сказал ничего страшного главное чтобы живы здоровы и не мокрые но было очень смешно вот так вот такие всякие приколюхи бывают в жизни вот вот так вот вот на глазах у нас дождик заканчивается и впереди снова солнце впереди снова солнце да ну надеюсь что в дрездене как было обещано вообще надеюсь что мы дотянем сегодня до дрездена хотелось бы погода хорошая светло еще и надеюсь что будет хорошая погода все-таки лето да не зима вот такое у нас путешествие мимо кого мы проезжаем мало ли кто здесь живет где-то в этих краях из наших подписчиков оставляйте комментарии тем привет да ставьте лайки пишите в комментариях классно германию мы всегда с удовольствием посещаем должен кстати в германии очень много солнечных панелей очень много вот так проезжаем от справа видите бросать то есть ну прям реально бросается что действительно вот как-то этому здесь уделено много внимания и очень много зарядок для электромобилей опять мы были на очередной стоянке парковки там очень много зарядок для электромобилей и заряжались заряжались то есть к этому все движется да наверное конечно ты бы пересел на электромобиль уже мы уже рассматриваем такой вариант однозначно это уже однозначно пока неизвестно какой модели там и так далее вы это все увидите оставайтесь подписывайтесь кто не подписывался мы уже думаем мы уже у нас есть в планах и мыслях надеюсь что в ближайшее время осуществить и вы может быть будете свидетелями этого ну в плане того что может мы поделимся в наших видеороликах да погодка уже становится лучше висят на нас как детей причем это тоже такое да как кемпер не кемпер как-то назвать вот люди едут авто дома едут куда-то мы в пути 9 часов 53 минуты 866 километров алексей сегодня преодолел пока пока у нас много остановок осталось пока нет 7 и 8 расход топлива 92 километра в час средняя скорость то есть где-то мы побыстрее ехали где-то помедленнее естественно когда мы ехали по французским городочкам с утра скорость была у нас медленнее но мы специально выбрали эту дорогу чтобы полюбоваться городами насладиться видами франции вот точно смотри небо уже впереди такое да более ясно до берлина кстати 390 километров может на берлин рванем кстати берлин да очень красивый город мы там тоже были где-то год назад и погуляли с удовольствием ну тоже очень приятно мы не были в дрездене в дрездене мы не были хотелось бы туда заглянуть в мюнхене мы бывали тоже очень классно там музей бмв да да в ВЕЦИ мы как-то летали тоже прилетали ну в общем вот так в Германии мы бываем периодически да нас так на таких скоростях обгоняют что кажется что мы ползем как черепахи на самом деле что немцы гонят тут ох 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 не ну приятно что дождь закончился я надеюсь что мы его все таки от него оторвемся а я вот думаю что они гонят у них и дороги хорошие машины классные надежные наверное да поэтому все как бы так Алексей решил заехать на стоянку где мы всегда отмечаемся прошлой поездки год назад мы заезжали сюда просто вот когда ехали в питер заезжали на эту стоянку перекусывали значит здесь отдыхали то да сё заметили что здесь есть отель поставили себе точечку на всякий случай поснимала я видео а на обратном пути мы забронировали номер в каком-то отеле тоже у дороги и было удивительно когда мы сюда приехали и оказалось что мы приехали и забронировали до этого номер именно в этом отеле представляете вот на этой парковке сами того не подозревая сами того не ведая да кстати вот электрические мобили вот вот в этом отельчике справа он был совсем новенький да можно кстати говоря кому вот надо будет когда едете есть заправка есть там вот можно перекусить и вот там вот есть отель а тут такой ветер как будто вот-вот сейчас начнется гроза 15 градусов все-таки ладно пойдем мы разомнем ножки прогуляемся немножечко по парковке а потом продолжим наш репортаж вот такая смотрите парковочка привет 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 как твое самочувствие отлично нормально здесь не будем ночевать в этом отеле поедем дальше да ты полон сил еще отлично вот такая парковочка смотрите вот там есть отель просто просто большая территория заправка кафешка в случае отдыхаете можно переночевать и ехать до сезда и в дальше рядом с дорогой вот так вот вот такая вот погодка холодно мы так утеплились уже немножечко ну вот так пока мы стояли здесь на заправочке на стояночке алексей как раз произвел бронирование нашего отеля где мы будем ночевать вот так происходит у нас бронирование решили все-таки остановиться в этом отеле который в дрездене здесь бесплатная парковка прям под зданием и в сам так в виде квартирного а ты полностью все не рассказывай обзор этого отеля и номера и завтрак если мы пойдем на завтрак мы вам сделаем в отдельном ролике так что смотрите на нашем канале будет отдельный ролик обзор этого отеля в дрездене в германии но хочу сказать что ты гениус у нас какого уровня второго уровня а еще хотел секрет рассказать что сейчас начале идет первый уровень потом 10 процентов второго уровня 15 процентов это максимальный у букинга бронируем букинги и сейчас букинг предложил вот мы как раз перед поездкой за день пришло сообщение они как почувствовали что мы с куда-то собираем его сентября по моему 2021 года или до начала сентября вы можете забронировать отель и мы вернем до двухсоте и соответственно мы сейчас едем вот мы уже становились кэшбэк типа кэшбэка до букинг организовал и уже они написали что за остановку которым остановились в городе виши мне как бы рассматривается поступление оплаты 6 половиной евро 1 нет за завтраками на не считаем они на 10 процентов берут от самого проживания без завтрака процентов букинг возвращает на что-то еще сейчас не написала что скидка вот бронирование составила до 22 процента отлично вот так вот друзья так что мы поехали сейчас еще 200 километров до дрездена становимся там в отеле как я уже сказала обзор этого отеля смотрите в отдельном нашем ролике на после завтра запланирована поездка как раз по польше тихо спадка это у нас уже будет третья часть 4 с нами много роликов которые будут просто обзоры отелей в каждой стране поэтому все как говорят погнали дальше не переключайтесь в общем результате к дрездену мы подъезжаем вот такая темнота уже время 22 часа 30 минут мы были 12 часов в пути осталось подъехать уже заложила даже осталось доехать до отеля разместиться сделать маленький обзорчик отеля наверно и который вы можете увидеть другом ролике на нашем канале вот собственно а завтра посмотреть уже дрездену показать его вам вот такие у нас плана память 1120 1120 километров мы проехали 97 4 и и 7 и 9 у нас расход 97 4 средняя скорость вот так друзья завтра делаем обзорчик уже города дрездена маленький емкий в нашем стиле обзорчик вот там вот город уже светится в темноте так соня так сразу показываю вот смотрите такой отель мы будем сегодня заселяться сделаем вам обзорчик потом покажем рядом смотрите какое красивое здание такая красота вот такой отельчик аж от отель сейчас мы зайдем заселимся такой отельчик внизу у нас это ресепшен алексей сейчас нас заселяет вот такой маленький отельчик вот так 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 вот Продолжение следует...